МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе культурно о козлах. Вас ждет знакомство с человеком, который знает все о пользе этих животных. Польза козлов необыкновенная. Козлы бывают, в том числе даже мэрами городов, например, в США, в одном из городков. Уже с 1984 года мэром города избирают козла, животные. Владимир Лавренов собрал целое рогатое стадо. И уверен, тверской козел – это не обидное прозвище, а характеристика, которой можно гордиться. Убедиться в этом может любой желающий, заглянув в музей козла в самом центре Твери. Всем козловым, кстати, вход туда бесплатный. Зато Волковым и даже Волчковым придется раскошелиться. Носители таких фамилий оплатят просмотр необычной экспозиции в двойном размере. Для зрителей программы «Степень культуры», несмотря на то, что среди них могут быть как Козловы, так и Волковы, известный коллекционер Владимир Лавренов лично провел экскурсию по музею. Мы долго ждали этого события. И еще до открытия экспозиции для всеобщего обозрения отправились в музейную столицу России, которая находится в Ярославской области. Так что в этом выпуске мы расскажем не только о пользе козлов. Вы узнаете массу интересного еще и о мышках. Что маленькая мышка может сделать для жизни города? Пусть этот вопрос не кажется вам абсурдным. За ответом на него мы отправились в Ярославскую область, а именно в город Мышкин. Даже на гербе этого маленького городка рядом с ярославским медведем красуется мышь. Давайте выясним, почему этому маленькому грызуну отдают такие почести, и что он сегодня привносит в жизнь мышкинцев. С вами Елизавета Медведкина. Вы смотрите программу «Степень культуры». Сегодня мышь – главный символ этого небольшого провинциального городка. Если верить легенде, то маленький грызун спас в далекие времена одного русского князя от неминуемой гибели. Устав с дороги, он прилег отдохнуть на берегу Волги, а проснулся от того, что мышка пробежала по его лицу. Князь был рассердился, но вдруг увидел подползающую к его ногам змею. Он успел с ней расправиться, а в память о своем спасении поставил на берегу часовню, вокруг которой и возникла мышкинская слобода. Сегодня в Мышкине есть много мест, которые так или иначе напоминают об этой легенде. Одним из самых интересных из них остается музей мыши, который ежегодно привлекает огромное количество туристов. Здравствуйте, Любовь Владимировна. Очень рада знакомству с вами. Мы уже успели посмотреть, кстати, город. Здесь так много мест, связанных с мышиной тематикой. Очень интересно. С музея мыши просто началась мышемания нашего маленького городка. Ведь этот город стал абсолютно мышканутым в 1990 году. Идея создания нашего музея нам не принадлежит, и мы всегда об этом заявляем. Мы очень благодарны Илье Борисовичу Медовому, известному русскому журналисту. Сегодня он ведет потрясающий журнал практически в одиночку «Школа». Уникальный журнал в нашей стране. Человек, он в прошлом очень популярный. И открыв для себя однажды Мышкин, он заявил, что у вас есть многое, разные музеи. Но нет музея мыши. Мы сказали, ну позвольте, кому же это будет интересно. Он сказал, для начала мне, ведь я же мышелюб. И мы вдруг поняли, что мы тоже, что мы главная столица всего мышканутого мира. И мыши стали к нам поступать. Мыши известных людей и неизвестных. Мыши простых людей и очень непростых в нашей стране. И эти мыши сегодня заполнили весь наш маленький музей. Конечно, это не музей. Скорее, это чемодан, набитый подарками. Но мы смело называем его музеем, потому что он объединил мышей разной географии. Мыши сегодня у нас из 118 стран. Заняли свое место в нашем маленьком, но единственном в мире музее мыши. В музее мыши приходят мыши отовсюду. Есть мыши из Сингапура, есть мыши из Вьетнама. Конечно, Соединенные Штаты Америки. Есть мыши из Германии, из Швеции. Есть мыши из Нидерландов. Есть мыши из великого и могучего Китая. А есть мыши мышкинские, которым тоже наше место почетное. Потому что мы изобрели кошельковую мышь в мире. Это бренд нашего маленького города, который увозит каждый с собой. Маленькие денежки у вас в кошельке всегда будут. А большие вы заработаете сами. Мышкин стал развивать эту тему неожиданно сами для себя. И сегодня она действительно охватила практически весь маленький город. Кроме этого, конечно, у города, кроме этой улыбки, есть еще серьезное и могучее музейное содержание. Но музей мыши, продолжая жить своей веселой жизнью, у него есть даже собственное мероприятие, к которому подключился весь город. Называется это мероприятие «Международный фестиваль мыши». И в этом году он был 9 августа. И приехало много людей в костюмированных принять участие в нашем мышкинском мышачьем карнавале, где все люди мыши, а мыши – это люди. Мы смеемся сами над собой, улыбаемся над своими слабостями. И город потешается сам над собой уже 20 лет. Но мышка стала не просто полюбившимся символом, наверное, для всех мышкинцев, но еще и серьезным таким экономическим фактором. Вы с этим согласны? Да, конечно. Сегодня маленький мышкин не только потешается над собой, удивляет всю Россию, приезжающих гостей. Мыши зарабатывают на нас, и мы на мышах. И никуда от этого не деться. Это приятный экономический фактор, с которым мы столкнулись. Сначала сувениры в городе рождались очень тяжело и плохо. Мы подключили детей, потому что дети – это самое, что не есть рискованное существо на земле. И наш дом пионеров тогда еще, 20 лет назад, подключился к этому, и был создан первый сувенирный кружок. Дети подтянули взрослых. И сегодня мыши рождаются самые разные в городе Мышкине. Очень много привозного товара, но большое количество делают и сами. Например, наши мышиные варежки, наши мышиные тапки, наши мышкинские валенки. И все они с ушами, и у всех у них есть носы. И они приятно вам улыбаются. Конечно, кошельковые мыши имеют свой образ тоже. Есть мыши-стопки, есть мыши-кружки. И великое множество. К счастью, это серьезный приработок нашим жителям городка. Кстати, коренные жители себя называют мышкари. Пожилые женщины – мышкарихи. Дети – мышкарята. Молодые женщины – мышкарочки. И, конечно, наши мужчины – мышкари. Все люди приезжие мышкинцы. Но они все знают, что мышь всегда принесет копеечку. Поэтому сувенирное дело сейчас процветает в нашем маленьком городе. Музей появился сравнительно недавно, в 90-е годы. И вы сказали, что не так сразу стали появляться сувениры. А вот когда вы почувствовали, что этот бум начался, вот этот пик мышиный? Мы ощутили свою мегапопулярность и свою звездность по посещаемости в 1996 году. Это был первый международный фестиваль мыши. Мы его сорганизовали и провели вместе с нашими властями городскими. Гордимся первым нашим союзом. И теперь мы работаем вместе в одной пряжке. Долгие годы мы нашли друг друга. И мероприятие, которое перевернуло наш маленький мышкин. В нашем городе живет 5800 жителей. Город встретил 12 тысяч гостей за один день. И количество их только прирастало. И мы стали бояться. Мы принимали 40 групп в день. По 25-30 человек. Весь наш город, а именно наши педагоги, воспитатели стали экскурсоводами нашего маленького городка. И мы не справлялись. Точнее, мы справлялись, но на пике своих эмоциональных возможностей. И мы подумали, если так будет каждый год, мы просто вымрем. Нас затопчут наши самые дорогие гости. Но мы выдержали, потому что потом туризм вошел в колею. И сейчас мы принимаем 80, 60, 38 тысяч в год. Но мы справляемся с этим потоком. Это самое главное. Важно ведь не сгубить себя, не потерять свою улыбку, свое очарование. Чтобы мы рады были гостям. А искусственно радость породить в себе трудно. Поэтому сегодня мышкин стабильно удерживается где-то в 250 тысяч в год. Вот так гостей. Причем эти все гости делятся по объектам Баказа. Рассасываются, так сказать, по маленькому городку. И поэтому он их перерабатывает, что называется. И употребляет с выгодой для себя и с большой радостью открытие для них. Наш музей прошлый год встретил 64 тысячи гостей. Для нас это очень много. Вообще мышкарей это очень упертые романтики. Вот есть люди романтичные, лежащие на диване. А есть люди, которые мечтают, мечтают. И вдруг начинают воплощать все, что они намечтали. Это как раз мы. Долгий период советских лет практически истребил маленький город. Очень много было вывезено то, чем мы могли бы сегодня гордиться. Интеллигенция мужественно ждала прорывного момента. Этим прорывным моментом стал этот проект. Музей мыши. После него стартовали многие другие очень известные музеи нашего городка. Музей Валентна, например. Мыши на мельнице. Музей Махая в двор или время по-купечески. Музей мышкинского крестьянства. Музей Петра Арсеньевича Смирнова, великого водочника. То есть не хватало рывка. Рывок случился и вместе с нами пошли ряды оптимистично настроенных граждан. Желающих все свои мечты воплощать. Уникальность Мышкина в том, что все, что вы видите, это сделали сами люди этого города. Без всяческих инвестиций в нас. Мы не государственные проекты. Мы не муниципальные проекты. Это инициатива определенных людей, которых затем поддержала наша власть. И таких проектов набирается в Крошечном городе, где власть четко понимает, что это необходимо людям. И люди сначала сами вкладывают свои средства. Ведь мемориалы – это деньги, собранные с мышкинских людей. И только добавленные к ним федеральные средства. Поэтому мне кажется, что менталитет граждан такой, что они хотят менять свое пространство. А власть их слышит. Здесь очень много неравнодушных людей. Это врожденно. Это состояние врожденное у мышкарей. Мы хотим что-либо менять в своей жизни. Это постоянно. Мы отвлекаемся на все события в стране происходящие. Очень бурно, ярко. Мы воевали за возрождение нашего города. Мы вернули имя сами себе. Прошел референдум, чтобы поселок Мышкин стал городом Мышкиным. Историческим, как он был всегда. Это, я считаю, все-таки менталитет мышкарей. Это люди совершенно особенные. У них храброе сердце. У них немного сил. Но сердце очень храброе. Как у той самой мышки в легенде, которая спасла князя. Да, именно так. Мы будем бить лапками до конца и обязательно доберемся до цели. Любовь Владимировна, понятно, что у вас здесь такое огромное количество экспонатов. Но у вас наверняка есть какие-то самые любимые мышки. Вы не могли бы нам провести небольшую экскурсию и рассказать о них? Да, конечно. У нас у каждого экскурсовода есть исключительное право показывать только тех мышей, которые дороги сердцу. И у меня тоже есть, пожалуй, десяток тех, мимо которых я не могу провести группу. И никогда не провожу мимо. Я не ругаю своих экскурсоводов за то, что их вкусы не совпадают с моими. Это естественно. Потому что мы очень избирательны в своих симпатиях. Я вам покажу самых-самых. У маленького города есть собственные награды Российской Федерации. Это уникальные совершенно наградные знаки, которыми мы гордимся. Чего, например, только стоит орден мыши с девятью бриллиантами. Это настоящая награда Российской Федерации. Все необходимые документы есть в нашем городе на нее. Она вручается людям за особые заслуги перед мышиным отечеством. А есть, например, премия «Золотая мышь». Вот он перед вами. Героический мышонок, несущий впереди себя фонарь. Вручается как безденежная премия, но очень почетная людям, которая популяризует образ мыши в литературе, искусстве, кинематографии, мультипликации. Мы биологам вручаем тоже эту награду. Потому что ведь все, что происходит в нашей науке благодаря мышам, все опыты производятся именно на них. Поэтому микробиологи и биологи нашей страны охотятся за этой наградой. Конечно, нельзя обойти мимо эту маленькую фарфоровую мышку с розовыми ушками, сидящую на крошечках синеньком одеяльце. Ее подарил предводитель русского дворянства, князь Андрей Голицын. Сам он живет далеко, в Америке, но нам прислал крошечный свой подарок. Она была самой первой крошечной мышью нашего музея, первым маленьким экспонатом. А есть, например, мышь, точная копия Владимира Владимировича Путина в нашей стране. Мы очень уважаем это. Это авторская работа. Сделал Сергей Смирнов, город Москве, прислал нам. Мышь очень сконцентрирован, как наш сегодня правитель. Очень спортивно настроен и, по-моему, совершенно непобедим. Еще в числе подарков, конечно, дорогие двередержатели. Дорогие не тем, что их прислал нам Булат Шалча Куджава. Замечательный бард, певец и поэт нашей страны. Они из штата Массачусска, Соединенные Штаты Америки. Мышами там придерживают двери домов. Есть мыши еще издалека. Например, мне очень нравится крошечная мышь запонка. Она из Греции. А есть старые добрые англичане. Вот они перед вами застенчивые. Это игрушки начала 19 века из Англии. Разве можно не улыбаться, глядя на них? Нам интересен факт, что, например, в Шотландии на деньгах изображается мышь. Да, и стихи Роберта Бернса. Как приятно. Еще в числе удивительных подарков нашего музея можно назвать вот этих танцующих мышей. Это мыши испанца. Зажигательные танцующие перед вами мыши. А есть, например, мыши из Португалии. Царь зверей у них мышь. Мы с ними абсолютно согласны. У нас это так же. Карта мыши на географии. Здесь мышиными рожицами украшены все страны, из которых мы имеем представителей в нашем музее. Стрелки можно уже подрисовать. Если что, мы всегда говорим, что у нас есть в музее спортивные мыши. Например, мышонок Тоби Сингапура. Это одна из первых игрушек подобных, подаренная в наш музей. Во-первых, где Сингапур и где Мышкин? Боже мой, это уже заслуживает внимания. Город Штутгарт. Побратим города Мышкина. Это крошечный городок Германии, который дружит с нами, а мы с ними. Наши учителя ездят на практику к ним, их к нам. И это город веселых булочников. Мышь-булка оттуда. Они пропитали ее специальным составом, чтобы наши мыши ее не ели. И они ее не едят. Мне очень нравится вот эта мышь, потому что ей падают деньги прямо на голову. Это мечта любой мышкинской женщины. Но везет только ей. И поэтому всегда мы шутим, что мы мышке не отказываемся ни от чего. У нас этого нет. Любовь Владимировна, спасибо за такой потрясающе интересный рассказ. И мы к вам, кстати, тоже приехали не с пустыми руками. Буквально вчера эта мышка сидела на улице Трехсвятской. И я с радостью вам ее преподношу. Чудо. Ну вот вы и стали почетным дарителем маленького, единственного в мире музея мыши. Поздравляю вас с этим. Спасибо огромное. Сейчас мы выдадим вам свидетельство дарителя. Свидетельство дарителя выдается у нас только через книгу дарений. Ваш дар зарегистрирован под номером 9129. Это ваше свидетельство. Оно позволяет вам в течение всей вашей жизни абсолютно бесплатно с любым количеством гостей посещать наш маленький город и наш крошечный музей. Недавно с удивлением для себя обнаружила, что ярославские кошельковые мыши появились и в Твери. Тверские козлы до Ярославля пока что не добрались. Зато все чаще и чаще их можно встретить в сувенирных лавках нашего города. О том, когда козел стал тверским и почему этим символом стоит гордиться, мы узнаем у Владимира Лавренова. К нему мы отправимся прямо сейчас. 21 октября 2014 года в день герба и флага Тверской области в нашем городе получил новый виток развития уникальный культурный проект. Долгие годы Владимир Ильич Лавренов, член Геральдического совета при президенте Российской Федерации, кандидат исторических наук и весьма уважаемый и известный человек в Твери, занимается коллекционированием козлов. И сегодня его уникальная коллекция, которая насчитывает уже более трех с половиной тысяч экспонатов, получила постоянную прописку. Владимир Ильич обещал нам рассказать о самых интересных экспонатах его коллекции. В моей коллекции экспонаты все интересные. Во-первых, всегда, когда открываешь музей с таким именованием, музей козла, у людей возникает представление о том, что это может быть что-то не очень хорошее или какое-то ощущение возникает сложное. Но тем не менее, я вижу по реакции современных людей, которые проходят мимо, например, даже заходят в день открытия, у всех настроение сразу повышается, потому что козел вообще это одно из самых интересных именований в мифологии и культуре. Но дело в том, что козлом можно назвать более 50 предметов и явлений в мире. Ни одно животное не имеет вот такой вот культурной, всекультурной составляющей. И поэтому мы открываем не просто музей козла, это музей европейской цивилизации, даже не только европейской, человеческой цивилизации, которая воплощена вот в этом символе. Потому что, например, что такое козья ножка? Это может быть и способ скручивания сцепопиросы, который был на фронте, это и нож специальный такой, это и способ натягивания арбалета, это и стиль мебели кабриоль, это и гранатомет даже российское производство, мы сюда не поставили, потому что все-таки это военное изделие. Это в том числе способ выбора, вышивки, подскок самолета. Поэтому козел – это многообразное явление, где само значение животного занимает определенное такое место. И поэтому, конечно, говорить о козле надо говорить обо всем таком явлении человеческой культуры. Владимир Ильич, ну и уж поскольку мы в числе первых посетителей, нам не терпится посмотреть на самые интересные, на ваш взгляд, экспонаты. Ну, во-первых, это козел, который снимает напряжение. Если руководство, например, на вас накричало, вы полностью вот в состоянии таком, может быть, очень даже озлобления, какого-то нехорошего такого напряжения, вы делаете с этим козлом – оп! – и все, и все проходит. Это вот типичный козел отпущения, уникальная игрушка, которая снимает напряжение. Откуда у вас такой экспонат-то интересный появился? Это секрет большой. Тут все секретные экспонаты. Здесь экспонаты 40 стран мира, разных эпох, разных народов. И вот один тоже из интереснейших экспонатов – маленький козел. Это археология. Это подлинная вещь, которая датируется 4-5 веком нашей эры. Это поздний Рим или ранее Византия. Или вот этот козел – это Персия. Персия – это Иран. 13-й век козел. Или, например, вот 19-й век – специальная турецкая лампа, подвешая в виде козла. Или кипрский козел, который вот там дальше стоит. И здесь представлена вообще копия археологических предметов, которых сделаны в виде козла. И подлинные, например, чернильные приборы. Чернильный прибор с большим козлом – это Австрия, начало 19-го века. Или вот такое советское изделие, совершенно неведомое, которое когда-либо было сделано, где-то в 30-е годы, например, 20-го века. Очень интересно. Скажите, а вот что это за дерево? Я сразу обратила на него внимание. Козлы живут не только в огороде или, например, в горах, но и на дереве. В Марокко, например, козлы живут на дереве. Мы сделали такое дерево, как некая детская тема, потому что человек, который рождается и начинает свою маленькую сознательную жизнь, он всегда читает сказку «Жив был у бабушки серенький козлик». Это одна из любимых детских сказок. И поэтому вот здесь такая немножко детская тема всегда для того, чтобы у детей было такое ощущение знакомства с козлом. Знакомство такое, привычное очень. Тем более козел мы видим, как было бы ездовое животное, как раньше, так и сейчас. И поэтому козлы возят детей в повозках. Можно увидеть на фотографиях, как это было, например, в 20-м веке. Сейчас и в 21-м веке. Козел возят детей, и поэтому у нас даже будет такая повозочка есть, на которой можно будет как-то маленького ребенка посадить. У нас здесь можно на козла съесть, на козле можно попрыгнуть, можно попрыгнуть даже через козла. И вот эта тема многообразия козлиной тематики, она является важнейшей для музея. То есть у вас такая не только познавательная, но еще и интерактивная экспозиция. У нас интерактивная экспозиция. Вот впереди у нас есть гора козлов, которая в этом смысле является и проверкой зрения, и в то же время это является такой задачей математической. Надо посчитать козлов. Представлены в этом музее и козлы геральдические. Эмблема козла вошла в геральдику десятков городов Дании, Чехии, Германии, Польши, Швейцарии и Словакии. В России козел есть в гербе города Козлова, ныне Мичуринска, и в гербе Самарской области. Это подтверждает сложность образа козла. И то, что это прозвище не всегда было ругательством. Козел издавна считается символом силы, выносливости, отваги, упрямства и лидерства. Это зал, посвященный как раз истории тверских козлов. Здесь четыре легенды представлены о тверских козлах. Легенда царская, партийная, героическая и правдивая. Здесь находится как раз инсталляция, которая отражает вот эту царскую легенду, когда Екатерина Великая якобы приехала в Тверь, она приезжала, и никто не встретил императрицу, и лишь когда раздался колокольный звон, она попросила привести того внимательного человека, но им оказался запутавшийся рогами веревки с колокол у козел. И поэтому с тех пор как бы и пошло выражение «тверские козлы». И здесь представлены на стендах довольно интересные экспонаты. Вот один из них экспонат. Это точная копия бронзового щита, который висел когда-то в XIX веке на границе Тверской и Новгородской области. Или маска бронзовая с железнодорожного вокзала города Твери. И здесь есть фотография самая крупная, где мы можем увидеть, как это могло располагаться. Ну и разные экспонаты, которые говорят о том, что тверская тема козла, она была и в советское время довольно активна. И здесь есть интересные проекты памятника тверскому козлу, которые были созданы еще, например, в советское время. И разные изделия, в том числе тверских мастеров, которые этот героический и очень красивый символ нашего города, нашей области, всегда воплощали вот в таких дивных произведениях. Владимир Ильич, уже порядка 10 лет вы занимаетесь популяризацией этого образа. Вот скажите, почему это так важно? И что этот бренд может дать городу в плане развития? Ну, во-первых, я считаю, что это один из настоящих европейских брендов, которые делают Тверь центром. Ну, во всяком случае, важным элементом такой вообще европейской культуры, потому что все-таки наша страна – это европейская страна. Кроме того, мне кажется, знакомство и популяризация символа козла помогает возродить в нашем народе то, что возрождается медленно. Идет возрождение страны, экономики, подъем все-таки, ну, какое-то вот такого самоуважения. Возрождается очень медленное чувство юмора. А мне кажется, что это очень важно, которое… важное чувство, которое позволяет снимать напряжение. И не только с помощью козла отпущения, но и простой улыбки, налаживание культурных контактов, связей и посещения друг друга. Потому что этот проект направлен, в первую очередь, конечно, на знакомство с нашим городом, с нашей области, тех людей, которые приезжают сюда довольно часто. А не боитесь ли вы, что вот такие негативные стереотипы, которые уже ужились в умах населения… Я надеюсь, что я за это время увидел, что меняются все-таки люди, меняются, и вот эти негативные стереотипы, они постепенно уходят. И я думаю, что они уйдут. И я надеюсь, что еще и при моей жизни мы поставим памятник козлу. Как он стоит, стоит такой памятник во многих городах, в том числе и Российской Федерации. А вот в Твери, которых называют тверскими козлами, такого памятника пока нет. Итак, мы выяснили, что козел – это не только известное животное. Так могут называться десятки предметов, явлений и даже действий. Собирая самых разных козлов под одной крышей, Владимир Лавренов продвигает в народе идею свободы и в хорошем смысле козлиного упрямства. А чем такой бренд, символизирующий выносливость и отвагу, может быть полезен городу, можно судить по примеру маленького городка в Ярославской области, где количество мышей из разных уголков света уже превышает количество коренных жителей Мышкина. Все необычное и оригинальное привлекает людей, а значит, может служить толчком для развития туризма и как следствие самого города. Главное, как говорит Владимир Лавренов, относиться ко всему с известной долей самоиронии и иметь чувство юмора, издавна присущее русскому человеку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова